Рэк Добрый день! С вами Матильда Копылова с именем Иван Милис. Я хочу взять интервью необычного человека по имени Петра Милова. Он профессор, он мудрец, он вообще такой многогранный человек, что я не перечислила, что это не было. Но это будет очень интересно, я вам гарантирую. Пойдемте. Здравствуйте, Петра. Матильда Копылова. Здравствуйте, дорогая. Мы увидели с тобой какое количество. Я хочу тебя поблагодарить. Ты на мой день рождения подарил вот этот вот прекрасный микрофон вот с таким логотипом, Матильда ТВ, к чему я безумно счастлива. Но у меня есть очень важный вопрос, какой я должна показать. Угу. Я знаю, что вы тоже лично знакомы с Кирилем Ильян и Екатериной Садовой, с английскими художниками. Да, это правда. И я слышала, что эти художницы собираются купить на поле эмоций, создавать свои работы для эмоций. Что ты считаешь? Что длится для эмоций? Что я могу сказать? В предыдущем невидимом интервью, которое знаем только мы с тобой, я уже говорил о том, что религия – это только следствие искусства. Религия искусства анализирует и формализует объекты искусства, мифологические объекты, интерактуальные, духовные объекты и прочее. Да, я уверен, что сейчас мы находимся с тобой в уникальном моменте времени. Это переход человеческого в игровую реальность. Которая перестанет из крови, перестанет из действия. И как в этой реалии нам нужны духовные артефакты. Нам нужна не только атрибутика, такие как Бога, обозначения и так далее. Нам нужна и атрибутика, тот хвостик, который расстрелит христа и так далее. Как гео, просто выставок, честа. Но нам также, как к человеку, нужна атрибутика, подтверждающая наше состояние сознания. Как бы зип-файл нашего ощущения. Но этими новыми артефактами становится этот путь. И вот этот ваш путь, потрясающий путь художеств, который сначала препарировали человеческое тело. Препарировали его, обнаружили там потенциальное место для новых органов. Которые естественного мозга должны примениться. И как бы инстарировав в себя эти органы, обнаружили посредством них новую зону. То есть формирование инклютивного сживания новых артефактов. Это не есть лифт. Мне кажется, это свежий путь. Это точный путь. Это та среда, которая называется. Да, это еще. Энертипропанаторам, как и другим трепожорам, не хватает смысла. Не хватает духовности. И это то, что вы можете привести переосознав самую энертику. У меня еще есть конфиденциальная информация, прямо от художниц, пока она еще закрытая, что якобы вы обещали им после своей смерти завещать свое тело, и чтобы они его смогли уфтилизировать и превратить свою энертику. Хорошо. Раз мы уже говорим конфиденциальной информацией, то со своей стороны я тоже скажу ее. Дело в том, что меня подвес образ предложенного художницы. Однажды мы говорили с одним очень любимым другом, очень-очень архитектором, который не стал называть себя архитектором, ибо решил, что архитектура – это кожа. Архитектура больше не имеет смысла. Нужно уничтожить все то, что сотворил безумный человек за столетия, породив огромное количество мусора вместо красоты. И когда вы, сказала мне в лице велики о том, что вы начали утилизировать объекты в искусстве, переводя их в коллектив, я понял, что это самая экологичная и мечтаевая область. И я понял, что эти две художницы решили открыть первый в истории энефторий. То есть это крематорий объекта искусства. Я считаю себя объектом искусства. И, естественно, готов передать для архитектура кремации свое тело под искусством, совещать его и перенести его в нас. Это потрясающая история. Слушайте, это вообще уникально. Я думала, что это какой-то Мико. И сейчас Петр ответит, ну что, ну что, да, как же так, о традиции, чтобы положили в землю, а чтобы, я не знаю, что еще укроп и так далее. И на самом деле, мне кажется, это такой огромный шаг для подражания. Например, вот я тоже, как Матильда Копылова, завещаю свое тело сначала на растерзание ученых, а потом тоже инвестирую. Так что спасибо, Петр. Это очень круто. Что я делаю, что я делаю, что я делаю. Спасибо огромное. С вами была Матильда Копылова, Ереван Удин. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok